Утро на телеканале Россия продолжают вести Чуваша. В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре среда 3 мая. Второе место по России, первое в ПФО. Наша республика заняла лидирующие позиции по темпу роста среднемесячной номинальной зарплаты. За год, по данным Чувашстата, оплата труда выросла почти на 19,5%. Об этом стало известно на встрече Олега Николаева с руководителями отраслевых организаций профсоюзов. Если в январе 22-го среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Чувашии составляла чуть более 29,5 тысяч рублей, то сейчас она достигла почти 43 тысяч. Таковы данные Чувашстата. Власти республики намерены и дальше работать над темпами роста зарплаты в Чувашии. Для этого, по словам главы региона, необходимо снижать неформальную занятость, создавать высокопроизводительные рабочие места. Пришла весна, проснулись клещи. С начала эпицезона насекомые покусали 65 жителей Чувашии. В 17 случаях пострадали дети. Однако клещи во время прогулки не единственная опасность. В траве могут прятаться змеи. Только за выходные было зафиксировано два случая укусов рептилий. Медицинская помощь потребовалась двум подросткам. Антон Белоусов из Янтикского округа поступил в больницу в воскресенье с сильным отеком левой руки. Накануне его укусила змея, предположительно медианка. Она и не ядовита для человека, но, видимо, при укусе занесла инфекцию. Произошло все очень быстро. Я хотела сходить змею, чтобы показать друзьям. Слишком близко подошел, и она укусила меня. Потом быстро уползла. Врачи предупреждают, пик активности змей приходится на май-июнь. И лучше избегать зарослей высокой травы, кустарников возле водоемов, где сейчас чаще можно встретить пресмыкающихся. В Чуваши открылся круизный туристический сезон. В прошлом году в республику по Волге прибыли более 70 тысяч туристов. В этом региональный Минек рассчитывает побить установленный рекорд. В профильном ведомстве рассчитывают, что в Чебоксарском речном порту в этом году пришвартуются как минимум 550 лайнеров с туристами. В прошлом столица приняла 512. В Алдае у причалов появится с началом календарного лета. Тогда же откроются регулярные маршруты в завожье. Подробнее о том, каким образом власти намерены повышать интерес к внутреннему туризму, расскажем сегодня в выпусках «Вести Чувашия». Не пропустите. Чувашский дуб вновь поборется за звание «Дерево года». В России стартовал традиционный национальный конкурс, на котором выберут главное дерево страны. Старейшина Чувашских дубов растет в Маргаушском округе. Это не только самое старое дерево в республике, ему 372 года, но и самое крупное. Его высота достигает 24 метров, а диаметр ствола около двух. В конкурсе «Российское дерево года» наш дуб идет под номером 42. И пока он главный претендент на победу. За него проголосовали почти 450 человек. Всего же в конкурсе участвуют 69 уникальных исторических природных раритетов. Какое дерево будет признано главным в этом году, станет известно после 1 августа. Таковы вести к этому часу. Желаю вам продуктивного дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».